Здравствуйте дорогие друзья, вышла новая серверная подземелье, называется она Некрополь. Это будет такой вводный курс по Некрополю. У вас в Некрополе будет 3 раунда, по прохождению которых вы будете получать те или иные награды. Перейдем к подземелью. Сундук Бездны. Сундук Бездны присутствует во всех раундах. Вот о нем я хочу и поговорить. В этом сундуке есть свитки. Свиток волны, что он делает? Отталкивает окружающих врагов. Вот эти свитки нужно собирать. Свиток восстановления, свиток неуязвимости, иммунитет ко всем атакам и аномальным состояниям. Также видим свиток скрытой силы. На некоторое время наполняет персонажа мощной легендарной силой. Можно юзать каждые 15 секунд и он на 3 минуты. Их нужно собирать в первом и втором раунде. Потому что вот эти свитки все пригодятся вам в третьем раунде. Не используйте их в первом и втором раунде. Набрать 100 очков. Чтобы пройти первый раунд 100 очков во втором раунде. За убийство мобов и игроков дают очки. Когда вы набираете 100 очков, вы переходите в следующий раунд. Если не набираете 100 очков, вы остаетесь в том раунде, на котором этапе вы были. Это первый раунд или второй раунд. Давайте начнем сначала еще разочек. Каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье. Открывается вход в Некрополь. С 21.50 до 10.00. Открывается этот вход. Вы можете туда зайти. С 22.00 вас телепортируют на вашу первую локацию. Так, ну давайте еще перед этим. Перед этим до 24.00 августа есть ивент. Есть этот NPC, у которого вы покупаете свиток за 810 адены. И сразу юзаете этот свиток и проходите его уже в этом Некрополе. Вы тэпнулись в Некрополь, купили свиток, закупились баночками и ждете 22.00. Видите, вот такие два телепорта. Один светлый, другой желтый. И над ними надпись Раунд 1 и Раунд 2. Это если вас убьют в Некрополе, в этих локациях, то вы можете вернуться обратно. Вот вы дождались 22.00, вас телепортируют на вашу первую локацию. А, и самое главное, все Неки персонажей изменены. Вы не будете знать, кто вас бьет. И внешний вид изменен на легендарный. То вы не пугайтесь, что там одни ебаки легендарные. Это просто обманочка такая. В первом раунде очень просто. Появляются мобы, появляются эти сундуки, появляются РБ. Лучше фармить РБ и обязательно фармить эти сундуки со свитками. Потому что они вам пригодятся в третьем раунде. Когда вы набираете 100 очков и выше, по окончанию времени вас телепортирует в следующий раунд. И аналогично во втором раунде. Так же само, как и в первом. Набираете больше 100 очков. Собираете кристаллы в первом раунде. Во втором уже осколки. Но я только дошел до второго раунда. И мне не хватило там буквально 15 очков, чтобы пройти в следующий, третий раунд. То, что я игнорировал РБ, а за РБ очень много дают. Вы сами понимаете, только истинные ебаки смогут пройти первые два раунда. Такие как я и возможно вы. Три игроки, ну там может с минимальным донатом игроки. То очень сложно. Ну, как бы неплохо даже, если вы попадете в этот некрополь. Хотя бы отстоите то время, что осталось. Как раз пройдете квест. Ну, дебилоиды какие-то. Ну, не понимаю я, зачем убивать. Самоуничтожение, как бы, со свитком неуязвимости. Не убивает самого персонажа. Это надо еще проверить будет. В каждом раунде по прошествии определенного времени появляются боссы. Убийство боссов позволяет получить особый эффект. Доспех покорителя. Увеличение физзащиты, сопротивление умения. Оружие покорителя. Увеличивает точность, урон от оружия. Пробуждение покорителя. Увеличивает макс хп, восстановление хп. Удар покорителя. При попадании обычной атакой или умением. С неким шансом оглушает цель. Давайте перейдем к наградам. И видим, за первый раунд дают сундук лилим с наградой. Во втором раунде сундук лилим с наградой высокого качества. И дальше. В третьем раунде происходит королевская битва. На выживании. Кто один останется. Самые вкусные призы. Получить уже нормальную награду. Надо хотя бы войти в топ. С 31 места по 60. Получить карты улучшенного класса. Две штучки. С 31 по 60 места. Даже если вы будете 1999. Карта улучшенного класса один раз. Такое. Но все равно. Сундук лилим с наградами. Это за первый раунд, если вы проходите. Вы получаете свиток поручения лилим энергия. Которую можете пройти на любой земле Адена. Орден славы 5000 штук. Знак поручения 500. Это если вы проходите первый этап. За первый раунд. Дальше. Второй раунд. За второй раунд видим свиток поручения лилим энергия. Уже 2 штучки. Вот это интересный свиток. Что за свиток? Что он дает? Свиток поручения лилим разбор. Интересный свиток. Орден славы уже 10 тысяч штук. И знак поручения 1000 штук. Это если вы проходите второй раунд. Первые 2 раунда вам дают 2 сундука. С вот такими вот наградами можете. Ну и дальше. Первое, второе, третье место. Это очень сложно занять. Это нам быть ебакой ебак. Но вы можете сами поставить на паузу. И посмотреть что дают. Вот такой вот некрополь. Если видео было полезно для вас. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Можете не подписываться на канал. Но лайки ставить обязательно. Это как дизлайки. Как лайки. Это ну блять. Гадалки не ходи. Ставь. Потому что нужно.